Запорожь электротрансу 80, но преклонный возраст не мешает работать на благо пассажиров. Как предприятие отметило свой день рождения, знает Елена Соловьева. Так 80 лет назад выглядел первый запорожский трамвай. А сейчас в Запорожье уже невозможно представить без электротранспорта. В день рождения предприятия его нынешние и бывшие работники принимают поздравления и награды. А еще вспоминают былое. Елена Степановна проработала водителем трамвая всю взрослую жизнь. 1968 года и о выборе профессии ни разу не пожалела. Все водители молодые, подвижной состав тоже новый, все дружные, ждали дежурный домой, всегда песни пели. И пассажиры были не такие нервные, как сейчас. Я не мыслю Запорожье в прошлом, в настоящем и в будущем без трамвая и троллейбуса. Это действительно социальный вид транспорта, это транспорт экологический. И я уверен, что мы найдем и резервы, и найдем механизмы, чтобы он стал, если не прибыльным, то безубыточным для города. Сейчас в распоряжении Запорожь электротранса 111 трамваев и 86 троллейбусов. Но большая их часть пенсионного возраста жалуются на предприятии. Вся техника в рабочем состоянии, но 60% техники необходимо проводить вот такие вот капитальные ремонты, потому что перепробеги трамваев составляют свыше 15 тысяч километров, на что требуется им проведение ремонтов и дальше их выпускать в линию. Новый вагон стоит около 6 миллионов гривен. Капремонт 300-400 тысяч. Его Запорожь электротранс может себе позволить всего раз в месяц. На помощь приходят крупные запорожские предприятия. Так полностью отремонтировали 4 трамвая и 1 троллейбус. Если любое предприятие, которых возит наш электротранс на работу, с работы, то есть маршруты, движения которых пролегают до этих заводов, мы гарантируем, что в случае, если они поддержат наш почин, помогут нам купить материалы расходные, мы выполним этот капитальный ремонт своими силами. И обязуемся, что именно эти единицы будут возить рабочих к этим предприятиям. За этот год планируют сделать капремонт еще 10 единиц подвижного состава. Если предприятия будут помогать, уверена городская власть, за несколько лет удастся полностью отремонтировать все трамваи и троллейбусы, чтобы они стали любимым транспортом не только льготников, но и всех запорожцев.